Итак, очередной вам привет, дорогие друзья в одномоторнике. Ильин Владимир, прокатись.ру. Сегодняшний обзор будет посвящен новой старой лодке Voyager 700 от компании V-BOTS. Voyager 700 кабин. Значит, к нам приехала эта лодка и, честно говоря, прям захотелось ее записать. В интересном цвете, интересная компоновка. Я бы сказал так, что это, наверное, модель 2021 года. Уже все утрясли, скомпоновали. Очень классно получилось. И самое главное, говорю еще раз, мне очень понравилось. Не обращайте внимания пока на лодочный мотор. Значит, он будет здесь заменен. На борту 175 лошадиных сил. Маловато. Но то, что внутри лодки, честно говоря, стоит обязательно показать и поделиться с этим. Давайте смотреть. Итак, для начала мы обойдем лодку всю снаружи. Повторю еще раз, висит двигатель 175 лошадиных сил. На лодке идет привальный брус, который был введен в 2019 году. Так называемый Dragon Skin. Это кожа дракона. Вот такой вот привальный брус. Мощный, классный. Здесь внутри специальное покрытие. Снаружи покрытие и внутри специальный материал, который защищает как раз от повреждений. Мощный очень выглядит. На трансе у нас, как я сказал ранее, мотор 175, два кринолина. Значит, левый кринолин несет в себя возможность установки дополнительного мотора. На правом кринолине у нас под кринолином, в кринолин, точнее, даже врезана ступенька, лестница телескопическая. Ну и, соответственно, ручка для того, чтобы можно было удобно вылезать. Внизу на трансе расположены две симметричные большущие площадки для установки либо датчиков эхолота, либо установки трансовых плит, интерцепторов, всего чего угодно. Ну и, соответственно, на них установлены аноды. В данном случае плюс выше идет у нас вот в этом вот месте крепление рыма приварено. Ну и, в общем-то, вот можно посмотреть на само по себе днище. Вот здесь у нас идет заливная пробочка по центру. Такая вот красота. Здесь по левому борту заливная горловина топливного бака, большая могучая швартовая утка. Она такая в овал сделана для красоты, соответственно. В борту с левой части теперь идет вывод от автономного отопителя. Используется отопитель планар. Мощный привальный брус в черном цвете. Борт высоченный. Ну и, соответственно, носовая часть у нас выполнена по классической схеме. Значит, здесь установлена дополнительная опция в виде якорной лебедки. Мы это здесь видим. Цепная якорная лебедка. Роульс. И, соответственно, якорь плуг на семь с половиной килограмм. Вот так вот эта вся система построена. Обратил внимание на одну особенность, что вот мне лично здесь не совсем понравилось. Вот здесь, в носовой части, если поджать якорь, я думаю, если его поджать именно туда, поджать, поджать, то он будет, наверное, натирать эту часть. На форштевне, в принципе, такой же Dragon Skin. Привальный брус. Здесь идет хорошее такое мощное лезвие. Десятимиллиметровый алюминий врезан. Ну, в общем-то, как бы колоть лед самое оно, я бы сказал так. Качество швов. Многие спорят, какие швы. Хорошие, плохие. То есть, в принципе, сейчас вот я вам покажу, проведу, как все это дело выглядит. Очень красиво, нарядно, честно говоря, очень хорошо. Вот, по моему мнению, этот шов выглядит прям замечательно. Не знаю, откуда взялись эти чудо-сварщики на этом заводе. Точнее говоря, я знаю. Вот, они воспитались. Ну, вот показательно то, что вот этот шов, он реально ровный, красивый, как говорят, монетка к монетке. Классно. С учетом того, что это 5-миллиметровый алюминий 5083, то, в общем-то, надо понимать, как все это дело варится и проваривается круто. Пошли дальше осматривать. Носовая часть классическая. Высокие рейлинги достаточно, швартовые утки. Палуба алюминиевая носовая, то есть, верхняя крышка. Ну, и, в общем-то, здесь ничего такого удивительного нет. В данном случае мы не покрывали никаким материалом, ни эвотиком, ни изи-тиком, ни флекси-тиком. Значит, еще стоит обратить внимание, что здесь идет вывод. Это с якорного рундука, соответственно, сливается вода вниз. Ну, и, во-первых, это валяется пленка, сразу скажу. Значит, упаковочная. Реданов нет. Чтобы вот понимание было, реданов нет. Так, на что обратил, в принципе, внимание еще. Потихонечку прохаживать. Во-первых, тут лодка так низко стоит, очень здорово, хорошо. Значит, это люки. Соответственно, 450 на 450. Все обклеено черной пленкой карбон. И здесь, и здесь. Установлено два крючка для кранцев. В районе стекла как раз. Точнее, форточки, которые сейчас устанавливаются, как дополнительная опция на лодках Voyager 700. И, соответственно, второй у нас установлен вот там вот, в краю, рядом с вентиляционной решеткой, накладкой. Там, где ходовые огоньки. Здесь установлены уже стеклоочистители от компании Roco, пантографного типа. Это, наверное, самое качественное, то, что существует в мире, я бы так сказал. То есть, ушли. Ну, понятно, что каленое остекление. Все это понятно. Вот. Производителя, к сожалению, не знаю. Здесь идет шелкография, но я вот что-то пока не задавался вопросом, кто производитель. Да, площадки у нас покрыты спиненой резиной. Вот эти вот площадочки. То есть, в принципе, что слева, что с правой стороны. В рецессе стандартная накладка от компании V-BOTS. Это их разработка. Варная конструкция для того, чтобы можно было там добраться к водоотливным помпам. Ну, понятно, уже гидравлическое рулевое управление. Мощностью до 350 лошадиных сил. В данном случае установлен ультрафлекс. Насколько я это могу видеть. По правому борту стоит заливная горловина дизельного топлива. Так как в этой лодке в базе идет отопитель. Планар, про который сказал чуть-чуть раньше. Ладно, пойдемте внутрь. Наследим немножко. Здесь в плане перегородки у нас идет также нескользящая резиночка. Ну и, соответственно, сюда можно наступить. В плане перегородки я имею ввиду вот эту часть. Это сделано все из металла. Пошли. Могу сказать так, что задняя палуба на этой лодке фактически не изменилась. И то, что мы показывали в наших предыдущих видео. В принципе, все абсолютно то же самое. За исключением того, что здесь убраны уже рундуки, которые были ранее. Сейчас полностью блоки плавучести у нас в этой лодке под палубой присутствуют. Абсолютно они и раньше были. Просто сейчас видоизменилась эта палуба. И вот как раз рундуки все эти ушли. Давайте я вам покажу, где установлен отопитель под названием планара сейчас. Как размещена и сделана схема электропроводки. Ну и, в общем-то, насколько кучеряво. В принципе, такое некрасивое слово. Но, тем не менее, кучеряво вообще выглядит задняя палуба. Итак, отопитель теплостар у нас установлен в данном месте. Значит, здесь идут решетки. Подача забора воздуха это достаточно хорошее решение. То есть, отопитель сейчас не шумит внутри. Дальше сливные решетки у нас на палубе. Раз. По левому борту у нас вот такой рундучок. Здесь можно остановить или сложить какие-то вещи необходимые. Хорошая фактурная краска. Очень классно, очень здорово сделано. И здесь я, кстати, обратил внимание, что уже, смотрите, идут красивые газлифты от компании Asculati. То есть, все уже дорого-богато. Как это сделано на самом деле. Круто. Ручки. Не знаю, чьи ручки, но, скорее всего, тоже что-то типа итальянские, наверное. Что-то вот такое. Так, пошли дальше. По правому борту основной рундучок, где расположен размыкатель массы. Тоже лифт. Размыкатель массы. Подключен планар. Предохранителя. Специальный тепловой предохранитель. Такой предохранитель. Ну, в общем-то, если что, добраться куда-то можно достаточно оперативно. Крышки алюминиевые. Соответственно, вот здесь вот стоят усилители. На этих крышках. Все изнутри даже покрашен. Ребята, внешний вид прям реально поражает. Итак, сливная. У нас идет решетка с палубы. Здесь остается достаточно много места для установки второго поста. Управление то, что есть в дополнительных опциях. Ну, и, соответственно, можно абсолютно спокойно выйти вот сюда вот, пройтись вперед. Здесь вент накладки. Вот решета, которую сейчас буду показывать. Стандартная крышка. Там идет клотиковый огонь. Устанавливается у нас. Значит, здесь плафон под освещение задней палубы. Ну, и французская дверь. Качественная сейчас уже. Сильно качественная шумоизоляция. Нормально сделана, выполнена. Ну, и, соответственно, она у нас закрывается и открывается. Ну, когда заходишь внутрь, на самом деле, реально, вот, приходится чуть-чуть пригибаться. Ну, вот сейчас, вот здесь, наверное, сантиметров, не знаю, 12-15. С моим ростом метр семьдесят шесть. Ну, в целом, я хочу сказать, что вот эти вот, как бы, утопленности там, все, что вот сделали специально, ну, достаточно комфортно нахожусь. Это я вот в районе, как раз, места выхода из каюты. Если я сейчас пройду, сейчас я вам покажу. Если я сейчас пройду в носовую часть, там, где заходить надо уже в кабину. В районе входа в кабину, в принципе, здесь, наверное, остается у меня сантиметра пять. Примерно пять сантиметров остается. Ну, я, например, еще раз повторюсь, со своим ростом метр семьдесят шесть. Я не испытываю здесь некого дискомфорта. Достаточно удобно, практически, бегать вот вперед-назад. Ну, давайте, буду показывать. Левый борт. Значит, как стандартно, по левой части, по левому борту расположено, во-первых, заднее сидение. Представляет из себя, на самом деле, даже, я бы сказал, рундук. То есть, сейчас это металлическая штука, которая открывается. И здесь что-то можно сложить. Причем, вот эти вот отверстия, которые присутствуют в верхней крышке, говорят о том, что сюда можно поставить две алюминиевые трубки, которые есть в комплекте. И можно положить специальный, ну, как бы, стол положить и мягкую накладку для того, чтобы организовать здесь дополнительное спальное место. Стол. Ну, здесь массив. Это очень круто, конечно, выглядит все. Вот, очень красиво. Мне кажется, не хватает здесь надписи V-Bots или Voyager, там, 700, что-то такое. Вот. Второе сидение по левому борту имеет спинку флипа, который может, в принципе, перекинуться. По левому борту, где вытяжка у нас вентиляция, вот такая вот заслоночка, соответственно, мы можем открыть. То есть, вентиляция наружу пошла, либо мы закрываем, вентиляция, соответственно, закрывается. Как всегда, полка по верху, как по левому борту, на самом деле, так и по правому будет, с аккуратненьким кантиком. Все нормально, все красиво, все кучеряло. Про что сказал? Про сдвижную форточку. Это опция. Сдвигается, можно вывесить кранец, либо поднять кранец, либо там пришвартоваться, канат подать и прочее. То есть, очень классно сделали, наконец-то, как многие просили. Пошли дальше. По переднему остеклению. Как сказал, снаружи стеклоочистители РОКО. Здесь, к сожалению, никаких полочек нет, но есть возможность добраться до стеклоочистителя, если это нужно. Воздуховоды, позволяющие направить поток теплого воздуха на стекла, чтобы они там не замерзали. Здесь есть некая полочка, как бы, скажем, ограничитель, наверное, назовем, да, все аккуратненько и красиво. По правому борту, по правому борту абсолютно симметрично такое же стекло, такая же полка, на которой все это дело размещается. Ну и, соответственно, здесь все-таки разные инструкции лежат. И здесь есть свет напалга, деклайт. То же самое, крышка вентиляции, которая нам иногда пригождается. Дальше, по правому борту, вот это место, как занимает камбузный блок, так здесь встает с правой стороны по обыкновенный рундук, соответственно, с сиденья. Жесткая спинка, все удобно, но при этом, при всем, еще раз повторюсь, все комфортно, можно посидеть. И места здесь хватает вообще, в принципе, получается 2, 4, 6, 7 практически человек. Камбузный блок в этой лодке является дополнительной опцией. С ними можно ознакомиться на нашем сайте, либо на сайте производителя лодки, компании V-BOTS. Ну, давайте постепенно перейдем к посту управления, я бы, наверное, так назвал, да, расскажу, какие у него были изменения определенные. Ну и, соответственно, все это дело можно посмотреть, порадоваться за ребят, когда, в общем-то, лодка уже приобрела через несколько лет, я бы сказал, наверное, законченный вид. Мне очень нравится, реально, я вот, повторюсь, еще раз захотел прям записать этот обзор. Сиденья здесь идут БАСПРО, так называемые простые, да, где идет подколенный валик. То есть, можно привстать, а привстать-то есть куда, потому что сверху у нас установлены два иллюминатора 450 на 450, как по левому борту, так и для пассажира, так и для водителя, назовем это так. Ну и, соответственно, уже многие обратили внимание на то, что, показывая это сиденье, можно увидеть здесь двойную строчку. Очень круто, очень качественно, нарядно, самое главное, что с двойной строчечкой это сиденье приобрело просто шикарнейший внешний вид. Ткань. Это индорная ткань, то есть, для внутренних работ, она не любит воды, но при этом, при всем, очень качественная, хорошая. Значит, мы видели все вышивки на заводе, очень, конечно, ребята стараются. И вот это сиденье, конечно, не в шпратлинге, спратлинг, оно сейчас смотрится абсолютно по-другому, очень богато. Итак, давайте смотреть все-таки на пост управления, которое у нас сейчас присутствует. Значит, что меня поразило? Первое. То, что сделали выемку для пульта управления теплостарым, соответственно, отопителем. То есть, вы это не заденете, не выключите, не включите совершенно случайно. Второе. Здесь сделали выемку для замка зажигания Ямахи. То есть, спрятали, теперь вы коленкой не бьетесь об этот ключ, если раньше бились. Пульт врезной, дистанционное управление. Здесь всевозможные накладочки, 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 можно все что-то положить, что-то сделать. С правой стороны 6YC, так называемый прибор от компании Ямаха. Достаточно популярный, удобный, с множеством отображаемой информации. Значит, дальше батарея клавиш. Все подписано на английском языке, ребята хотят перейти на иконки, но даже подписано на английском языке, это очень круто. Потому что хотя бы понимаешь, какие основные маркировки. Соответственно, там навигационные огни, левый стеклоочиститель, правый стеклоочиститель, якорь вверх, якорь вниз, внутренний и прочее. Вот эти все кнопочки, даже там разъем горн, все это есть. Ну и, соответственно, перед лицом большая площадь для врезки либо аналоговых приборов, либо цифровых приборов, если таковой и нужны. Но в основном здесь карплотов. И уместиться здесь однозначно, 16 дюймов здесь точно подмещаются. С правой стороны вот здесь вот такая USB на 12 вольт, 2 по 12. В ногах, конечно, полочка, перегородка. Соответственно, сидеть, еще раз повторюсь, здесь удобно. Ну, вообще, вот как бы салон выполнен с покрытием EVO-DEC, либо EVO-TIC, не могу точно сказать, с фрезеровкой. Вот это, конечно, очень нарядная тема, которая начала продвигаться на российском рынке. Понятно, он покрашен. Вы можете выбрать цветовые решения. Здесь сейчас немножко уже натоптал. Вы можете выбрать сами цветовые решения вот этого покрытия. Они разные абсолютно. Ну, в целом, как бы для черно-белой лодки, наверное, вот такая вот черно-белая расцветка. Ну и плюс ко всему на корме, на самом деле, можно также заказать, на кормовой палубе можно также заказать покрытие под названием EVO-DEC. Причем EVO-DEC-покрытие можно заказать даже и на носовой палубе, если вы захотите. Ну, просто это все стоит дополнительных опций, поэтому здесь надо точно соизмерять бюджет проекта, кошелек. Ну, выглядит, ребята, реально потрясающе. Ни одна камера вам этого не передаст. Это только просто, как бы, хвалебные оды и все такое. Пошли дальше. Давайте затронем с вами каюту, которая здесь существует. Здесь у нас идут мягкие накладки. Все, пока в целлофане еще остались. Водка только приехала. Здесь два большущих рундука. Здесь в целом даже устанавливается подрулька. Цена подрульки на сайте. Либо сюда можно поставить какой-то биотуалет у этого места. Ну и, соответственно, в тот рундук тоже можно что-то положить, установить, если вы захотите. Здесь место доступа к якорному рундуку. Соответственно, можно заменить лебедку, либо что-то отцепить, если вдруг что-то пошло не так. С левой стороны и с правой стороны абсолютно симметрично идут полочки. Здесь сейчас, увы, ну, значит, вот эти полочки идут. Здесь глубина у них сантиметров, наверное, по 5-6. То есть, можно также что-то сложить. Плафон, естественно, присутствует. Есть иллюминатор. Вот как раз и плафончик. То есть, в целом, абсолютно спокойно. Взрослый человек ложится. И можно здесь переночевать. Ну, как здесь ночевать, мы показывали в одном из наших предыдущих видео. Потому что, в целом, кабина и каюта, она практически не изменилась. Хотя, габаритно не изменилась. А видоизменилась, она очень лихо и очень круто, на самом деле. Говорю сейчас, я прям вот реально поразился. И мне кажется, эта лодка уже имеет практически законченный внешний вид. Хорошие люки Vetus, которые позволяют перевести в режим проветривания. В первую очередь, вообще, в принципе, всю эту систему. То есть, можно проветриться, можно открыть. Если там плохо дышится, например, солнце или там жара какая-то, в конце концов. Сейчас мы заглянем с вами на крышу. Посмотрим, что из себя вообще, в принципе, представляет крыша. Какие интересные темы мы можем вообще, в целом, предложить, например, для решения вопросов с хранением вещей. Давайте смотрим. Самое главное то, что крыша здесь достаточно могучая. Вот на них там правые и левые люки Vetus'ские. Соответственно, крыша большая. Идут, как и в прошлой лодке, перила. Здесь, наверное, труба 32-я, либо 35-я. Труба, я вижу, что она немножко даже как-то пролачена, что ли, чтобы алюминий, похоже, не вытирался. Нет, кстати, алюминий реально не вытирается. Пролаченная труба, это лак. Вот здесь вот даже видно некий переход. Итак, можно поставить две поперечины. На них закрепить, например, бокс тулевский тот же самый. И можно здесь класть и канистры. Крыша реально крепкая. Она большая, тяжелая, могучая. Вот это вот 100%, могу сказать. Это классно. Здесь место идет под навигационную арку. Здесь можно поставить как радарную арку. То есть, радар поставить, чтобы смотреть ночью, днем на поверхности. Так, в принципе, и под другие какие-то целевые значения. Так, ну что, друзья, вот он, он какой, V-BOTS Voyager 700 кабин. И хочу сказать, что за последние, наверное, два с половиной года лодка образно поменялась, изменилась. Очень круто поменялась. Вообще, вот прям, ну не то, что не до узнаваемости. Конечно, линии все узнаваемые. Но в качестве ребята подтянули. И самое главное, что функционал еще больше расширился. Мне очень нравится то, что вот всякие вот финтифлюшечки уже там, всякие мелкие, они уже не так сильно нагнетают. И проблем вообще, фактически, по лодке, я бы сказал так, что, наверное, нет. Мне кажется. То есть, по ходовым характеристикам, конечно, мы снимали кучу видео, кучу обзоров и прочего. Да, вот 175-й мотор, это не самый лучший, наверное, самый минимальный, который возможен. Скорость под ним где-то 64-65 км в час. Вот. Но при этом, при всем, лодка круизная, лодка классная. И на круизных оборотах она прям вот имеет дальний выбег. Я думаю, что вам эта лодка так же понравилась, как и мне. Особенно ее обновление. Классно, нарядно и очень функционально. Илья Владимировна, прокатите шкуру. Увидимся на воде. Пока.